сегодня международный день книгодарения я хочу начать с того чтобы подарить детские книги это книги русских поэтов вяземский летний вечер жуковский и так далее ну если хочу представить детские книги а потом представлю свои новые книги которые вышли в этом году здесь детская книжка дашина книжка здесь полноцветные рисунки мы работали над этим проектом очень долго дети иллюстрировали эти книги дети которые учатся на кафе учились они теперь уже многие закончили кафе дизайна но сейчас я почитаю маленькое стихотворение васька маленький котенок размотал клубок с просонами они вяжут варежки для любимой бабушки вот такая маленькая книжечка которая называется кораблих любви она вышла тоже давно здесь эта фотография когда мы были с детьми гудейские тут моя дочь и мой сын ребенок чувствует ребенок чувствует ноты и звуки он видит склоненные добрые руки любовь и тепло его чистой крови и мама и папа достойны любви но теперь мне очень хочется прочитать стихотворение из сборника пушкинский чердак куда я тоже вошла хорошая такая философская тема россии первородное начало чистый чистый снег как вечности поры святой и нежный прикосновение любви и стихло все вокруг ни шорох ни звука лишь миг любви твоей великой и святой спасибо боже правой ты всегда со мной когда ты помнишь любишь объятия раскрываешь бережно и нежно как руки матери рожденного младенца ты помнишь их рожденных воинов своих они с тобой вместе навсегда в их духе родниковая вода источник вечности и силы не бывало россии первородное начало ну я хочу сначала представить наш альманах то есть с 2018 года меня приняли союз литератов российской федерации я координатор этого союза то есть в прошлом году я неоднократно пять или шесть раз видел в мичуринске на творческие встречи и читала стихи наш руководитель андреев владимир якинович он проживает в городе мичуринске и вот очень интересный альманах обложку конечно если все тут расписывать и рассказывать кто здесь кто будет очень долго но я сюда вошла в качестве прояведа прозаика и поэта и вот начало статьи о замечательных земляках это памяти ученковой и я начала прочитали дело в том что я была с ней знакома у меня есть практически все книги которые она издавала и мне очень захотелось написать статью памяти ее не оскудить рукодающего писать о человеке с которым был знаком лично и даже бывал в ее квартире в районе чаще связи под названием тамбов 6 весьма нелегкая задача я решилась на этот буквально смысле подвиг именно сегодня 26 августа 2020 года день святителя тихона и епископа воронческого задомского чудотворца все в жизни происходит не случайно соединяется прошлое настоящее и будущее все что мы делаем в этой жизни это попытка соединить быть может не соединяем духовное и материальное жизнь души и жизнь тела попытка передать нить традиции своим детям внукам и детям россии ведь именно они смогут об этом рассказать написать провести творческой встречи говорить об этом через современные каналы связи я имею ввиду интернет возможность опубликовать на сайтах получить творческое предложение и выполнить его если есть материальная возможность но речь не обо мне о замечательном человеке по имени валентина андреевна кученкова прекрасной женщине великой труженице мать решения бабушки здесь представлена уникальная фотография когда мы проводили в ручке творческие встречи в музее денисова это был еще 2003 год поэтому я посчитала нужно сюда включить здесь как скажу известные краеведы здесь вот шпильчина в центре и тарасов александр который в нашем союзе союзе литератур значит в прошлом году у меня вышла книга по псевдониме называется поединок людей вселенная открыта для людей вселенная открыта для идей для мира щедрость созидания для красоты вселенской мироздания любите все что видите вокруг пусть каждый человек вам станет друг тепло дарить истинный свет вселенная несет нам всем привет и детский смех и жизненно визу забудем все обиды и войну вражды людей упреки не согласен тогда наступит радостное счастье а смерти когда любовь живет ведь каждый просто новый мир уйдет ну и вот сейчас я наверное вернусь все-таки люди сейчас задают почему кристина вич я думаю вы понимаете что празднуется так скажем рождество она празднуется и начинается с 25 декабря празднует в европе в других странах и вот так сложилось море крис нас очень просто и по европе идет рождество бог младенец мне смотрит в окно и опять облегнула от сердца будто в чудо открылась мне дверь рождество у нас идет по планете улыбается с радостью дети ну а дальше что про наполеона мне приснился наполеон и он снова меня влюбил дело в том что здесь очень много стихов которые приходили откуда-то и новых стихи они вообще приходят и наверное вот какой то может существует тонкий мир я это знаю дома садовой я помню тебя утренним солнцем улыбкой дождя лесом сосновым лодкой пруда почкой березы цветами в садах шепотом листьев кленовым листом жаль мне сегодня продали наш дом бабушку помню и дедушку ваню с добром и любовью нас снова поманят колодец холодной синей водой рождественским утром и новой звездой здесь еще одно стихотворение вошло оно посвящено Ольге Гординовой которая вот кстати делала рисунок вот к этому пушкинскому чердаку она живет в Мичуровске приезжает на встречи там есть удивительный клуб библиотеки называется островок вот эта книга очень интересная она фактически маленькая избранная я выпустил тоже в прошлом году две книги эта книга условно разделена на два раздела юность видит чудеса и весенний водопад то есть в первой части как раз есть стихи которые были написаны еще в юности и я верю я верю что есть любовь на свете что будут цветы и рассвет что будут счастливы все на планете ну конечно очень такое не очень так скажем правильное возможно да что будут песни стихи и дети что человек скажет смерти нет любите люди живите люди плыви журав в решении исполняйтесь мечты земли жизнь а не во сне и вот это наверное стихотворение является в 78 году написанная я в юности писала стихи но очень мало я решила включить для человека все душу все прошло и душа успокоилась хоть тебя уж давно нет со мной и летящий неведомый поезд вдаль несется дорогой прямой и куда несешь меня ты где конец моего пути где мне выйти в городе в поле чтобы счастье свое найти чтобы начать все сначала как прежде ввысь взлететь душой порядок и опять поверить надежды и вновь и руку согреться огня чтобы друзей было множество множество жизнь текла как веселый ручей и чтоб пошло ничтожество не смогло поселиться не неси меня дальше поезд в мир счастья добра и света веселый и радостный поезд название для человека но здесь может быть как скажем юношеское мнение о жизни так можно сказать у нас мнение меняется часто вот но здесь включены стихи которые я читала позитивными она они из первой книги из второй книги здесь в том числе многие сейчас жалуются и по-моему она будет сейчас актуальна хотя написано в 95 году надоело матью наше вечное разговор о деньгах и еде о зарплате что ждет бесконечный не удавшись нашей судьбе что не выжить на дубке не верьте русский лютый не то пережил про развертку войны и лихолейте холод голод и новый решение ни к чему нам сегодня ныне вера в завтра должна быть всегда лишь любовью надежды и веры в новый век мы идем здесь дальше немножко личное но знаете мне вот это очень нравится стихотворение не так с горы скатиться хочется в лучах заката огненный без имени и дочь отчества девчонкой быть до грубой души стареть не хочется и превращаться в камень вдруг вспыхнет сердце пламя тебя увидеть хочется 96 лет как жаль что не умею рисовать так хочется взять в руки кисти краски белый холт чтобы написать всю прелесть этой зимней сказке сиреневый розовый закат и белых облаков и смелые течения и снег искрящийся слепящий импелят и ветви черные берез пришедшие в движение и пенье птиц почувших весну разбуженных капелью звонки соборный кукол устремленный вышел и радость на лице плетевшего с горы ребенка 96 лет воздух родина называется как много солнца реке купается на светлом небе лишь одно закатом вечном отражает глубины вод погружена комары соревнуясь с кузнечиком чуть испортит тише колорит река с закатом увеличены отражением деревьев моих мама милая воздух родины вновь наполнит здоровье милая заварим чай самородину и всю ночь посидим плавля ну а здесь вот включены стихи очень старые очень давние но так получилось что у меня есть так скажем брат неродной он живет в одессе и я первый раз ездил киев когда училась в школе вот есть несколько стихов посвященных украины воспоминания киеве мне в юность хочется вернуться и вновь пройтись по площадям и в днепр холодной окону муки никому тебя я не отдам в душе моей не может уложиться что ты чужой другая страна что не россия теперь частиц тебя как прежде снова влюблена и не хочу быть здесь я чужой странкой святую вспомню киевскую руси я утром встану с позором и в днепр холодной снова оконусь дорогая одесса жемчужина море я как прежде мечтаю о тебе сквозь года ты изведала много испытаний и горя глубоко в моем сердце ты живешь на семья как тебе мне вернуться снова и с юностью встретиться каблучки по асфальту вечно будут стучать их глаза дорогие не всегда оконутся разговор не смолкает ни к чему нам молчать я галушка будто украинка или вареник покатился в рот и чудесная спор картинка абрикосы сладкий плод ты когда-нибудь видал такое абрикосы сыплются дождем их ковер топтать не стоит не съедим оставим на потом и на дерево не стоит лазить подбирай по-моему и снова ешь желота у нас сегодня праздник мы заполнили радость и брешь а теперь вот вторая часть наверное стоит сначала праздник души прочитать потому что все таки создаем людям праздничное настроение тем более сейчас зима снег идет розовое облако праздник души называется розовое облако пони булите ласковое солнышко радуга горит кони в пляс спустили звездочка зашла очи засветились в реку я вошла месяц улыбнулся древние камыши клеве шелохнулся праздник души весеннюю допарку здесь стихотворение которое было в книге любовь начала всех начал третьих книгах я жить хочу я жить хочу как в долг был мой путь и петь хочу любить и удивляться и вновь глаза родные заглянуть и не бояться смерти не боюсь я рисовать хочу танцевать и пить святую вон на крещение рассвет и закат вновь встречать друзьям спешить на угощение в детских глазах спешу взглянуть чтобы радостных их увидите внимание и улыбнуться им чуть-чуть их поиски понять понять и душ стороны весенний водопад отставлю голову под строю водопады и оканусь высокую траву весна миша радоваться нам я позабуду горе чемолу каскад волос по ветру разбросали рюкзак нас плечи снова на тему как прошлогодний снег растает и вновь тебе за плечи 2004 год строки любви но это свежая достаточно стихотворение в зеркале моем отражается солнце и небо в зеркале моем зреет солнечный свет на открытом ковре звук твоих шагов вижу чувство преображаясь снова словно тело моё состоит из тысячи тел словно дело моё вмещает тысячи дел кто я может ангел с небес может женщина твоя кто я белое лицо строки любви мои бесконечность и личность обваленная войной помогу себе одной я над домом полетаю водопадом обливаю шоколадом угощу дочка лишь тебя ищу я люблю тебя давно в небе солнце полотно море сказок и любви лишь собой позови радостно земли кусочек покажу тебе разочек а на небе купола богу ты скажи жива благодарна я за все ласки даришь горячо ты меня ласкаешь нежно сопот шопот земли безбрежно золото вера вихрем закружат вешние воды силу любви силу природы капельки солнца увижу в оконце нежность твою ощущает додонца нежность и вечность вселенской любви только любимый меня позови с неба достану я звезды любви снова колышется капелька сон с неба любовь освещает оконце нежность и безмятежность и вечность золото сердце золото как многие называют стихи философски но стихотворение очень маленькое оно написано было к 75-летию победы победы над германией смыкает веки более тишина закончилась великая война утихли ветры боли и потерь надежда снова с нами только лишь веру россия мать сильна и вновь наступит в мире тишина но это стихотворение было написано в июне 2020 сажаю саженцы любви долготерпения сажаю саженцы духовного спасения сажаю саженцы добра и созидания сажаю мир духовного желания сажаю мир подвижничество веры сажаю радость детства без мира в поле одуванчик солнечные зайчики в поле одуванчик и росой от покрытой травы шелестят на ковре зеленый мы с тобой под кленом и глаза влюбленные на меня глядят вот я думаю наверное можно закончить на этом позитиве ну или может быть вот это лучше последнее потому что я поняла самое главное в жизни многие русские женщины они живут для себя не для себя они живут в основном для семьи для родителей для детей для внуков вот и ко мне часто приходят такие осознания вот наверное стоит закончить на этом открою свою душу и миру скажи хочу я бездомное поле издержать и блеск васильков и улыбку в глазах хочу я забыть боль потерь вдоль и страх и горечь любви что в печенках сидит я просто надежда я просто пинет я просто любовь и улыбка дождя я просто хочу полюбить меня в себя это 9.05.2020 будет написано я думаю вот на этом позитивной ноте закончим ну а ну берем